привет всем любителям ground war tanks любителям больших пушек больших орудий надоело я вам наверное своими видео мы со стугом потому что штук 5 наверное их сделал и наконец-то я приобрел брумбора к чему я шел я его купил вот он мой первый бой я выкатываю на нем и сейчас посмотрим что у нас получится друзья мои но штук оставил я тоже в ангаре как и говорил в прошлом видео а брумбор естественно он у меня тоже остается потому что я к нему шел мне нравится его орудие в свое время в бытность с год полтора назад я играл на брумборе он у меня был тоже но на другом аки точнее на этом да на другом аки вот и мне он понравился да может быть многие говорят что у подрывает одно место от него да может быть ребят но также и от к в 2 подрывает от любых фугасных снарядов у которых нет точности как она вот здесь ну 035 естественно это не точность это так плюет в ту сторону и дай бог попадешь это очень маленькая но какой кайф когда ты сносишь по тысячи или еще лучше шотиша врага и за это мы все косяки и огрехи можем простить нашему брумбору вот поэтому он у меня в ангаре и поэтому ребят я с таким удовольствием выкатываю свой первый бой впервые там за полтора года допустим всего лишь там пару выстрелов в минуту он делает но зато если ты попадешь каких ребят в минуту ты можешь просто существенно помочь своей команде уменьшив проредив ряды соперника или нанеся им колоссальный урон от которого они просто будут бояться и щемиться заезжать куда-нибудь подальше в кусты чтобы еще раз не попасться под ваше орудие но нужно быть готовым что броня которая у нас принципе отсутствует она где-то насколько я помню в районе 70 во лбу с боков даже говорить не будем хотя присутствуют экранчики но на этом уровне они не спасут наверное почти ни от кого когда нас увидит и нас засветится мы засветимся мстя будет жестоко естественно жестоко потому что брумбор не любят многие как и все мощные фугасные орудия по той простой причине что она делает больно так вот сейчас у нас есть шанс но да ребята первый выстрел пусть 461 вот наш первый фражок то есть он не ушел от наше орудие не ушел от нашей пухи мы его отправили в ангар и тем более ему конечно туда пора да продолжим но тоже время можно обратить внимание что скорости вполне хватает там по моему 270 что ли лошадей у этого мощность двигателя точнее говорю лошадей но в то же время 36 километров в час которые выдает он на максималке конечно так едет помедленнее вполне хватает время поворота разворота тоже ребят закружить нас можно но это надо быть очень быстрым медленный какой-нибудь и стэшка тем более или тяжелый танк этого сделать не сможет то что мы вокруг своей оси вполне вращаемся нормально конечно жаль заряжающего я представляю какие снаряды ему приходится поднимать и в эту топку засовывать чтобы она его выплюнула в ту сторону в врага это нужен был в минимум шварценеггер я не знаю какой геракл который поднял и туда его запихал но он действительно колоссальную работу проделывает на этой машине а урон то ребят у нас 1500 по показателям 1500 это просто феноменально 115 пробития она у меня в стоковом состоянии то есть ничего второго не открыто не гусля не пушка ничего ничего не корпус вот как я купил в каком она состоянии в том и поехал при 115 на фугасе ребят это на шестом уровне это просто потрясающе и 1500 урон но естественно это фугас смотря куда попадете как это произойдет 1500 выбить тоже не всегда это возможно тем более если мы пойдем в бронированные цели но также есть здесь и голдовые снаряды урона побольше точнее поменьше 1200 но где-то в районе 180 по моему 190 пробой на этих голдовых снарядах то есть очень потрясающая машина но в то же время от нее ожидать того что вы будете тащить бои я думаю не стоит то наверно только может как я смотрел видео кекс с изюмом там наяривать и шотит всех подряд специалист по брумбару я такого не умею естественно поэтому у меня такого и не получается но машиночка фану и вот видите как як пантера от нас не ушла мы ее догнали благополучно и точнее не догнали наш снаряд и и догнал и отправил точно также благополучно в ангар в догонку к суху которого мы грохнули сейчас еще где-то здесь к в2 есть тоже посмотрим на них они тоже для нас опасны к в 2 также на сможет сваншотить потому что у него орудие примерно такое же который может как дать дать фугасом и мало не покажется так вот одного я уже вижу сейчас мы ребят посмотрим может быть кого-то выцелим и попытаемся сделать ему больно бой мы в принципе выигрываем пока так вот он он ребят стой на месте не шевелись жди-жди сейчас мы сведемся буду сводиться почти до конца и 1013 но ребята я ему почти в маску попал и наши союзники его добили приятно приятно очень так и остается один гвардеец сейчас попытаюсь его заехать сзади и добить что сказать несколько выстрелов это уже как говорится результативно при этом бою пока я тут катался с левой стороны стоял приятно и тем более брумбур те кто умеет на нем играть знаете вот здесь пару выстрелов сделал и уже наверно там почти полторы две тысячи а если сделать 10 выстрелов сколько же можно на нем настрелить пишите какой у вас максимальный урон был сейчас мы его оба ну ребят 970 и это победа жаль что конечно его не на фулочку и не убил не забрал но все равно получилось шикарно вот такой у меня получился первый бой на брумбуре сейчас посмотрим наши результаты но денег то почти не заработали естественно так что у нас по урону урон мы вторые немного настреляли но все-таки все равно вторые и вон красавчик просто-напросто божил в этом бою дамажил и дамажил брумбур оправдал то что я от него ожидал ребят то и получил так что вот подтверждение было вот видите у меня и орудие первое что не второе чтобы было понятно то же самое и корпус самый первый полностью в стоке ребят все стоковое шасси стоковая движка тоже стоковая ну и радио тут здесь у меня стоит только мокро бы укладкой то что было свободно и зачем для обороны поставил ну комки я накидал на постоянку купил камуфляж вот видите вот в таком это на меня состоянии камуфляж всегда покупаю на постоянку не люблю временные чтобы было и не забывать про них вот такой боекомплект ну и снаряжение самое дешевое вот эти все простое поставил еще раз ребят пишите пишите они свое мнение но только в корректной форме естественно не надо там матерных выражениях кто там у кого что подгорает и какие у вас самые большие результаты сколько вы настреляли на не мне просто интересно может быть какие-то советы мне дадите особенно опытные игроки как на ней играть где на ней лучше стоять позиции и прочее прочее ну а с вами был кимеев один всем пока пока друзья и не попадайтесь под это орудие до скорых встреч на полях сражений и и и и и и